Добрый вечер, в эфире Вести Крачаева-Черкесия в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Крачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание с членами правительства Крачаева-Черкесии, на котором закрепил за ними участки работы для решения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава Республики отметил, что в целом их можно разделить на два вектора. Это системные задачи развития, которые отражены в нацпроектах и которые останутся неизменными. И второй социальный блок. Прежде всего, здравоохранение. Достаточно сложный период работы по борьбе с распространением коронавируса позволил нам не только наработать серьезный опыт, но и точечно выявить самые проблемные вопросы в области медицины. Над их решением мы и будем работать. В первую очередь туда направим и дополнительные ресурсы. Соответствующая договоренность об этом с Минздравом России есть. Второе. Экономика, инвестиционная привлекательность, новые рабочие места. Сегодня ВГТРК отмечает 30-летний юбилей. Ровно 30 лет назад, 14 июля 1990 года, президиум Верховного Совета РСФСР учредил Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную кампанию. Общий государственный статус кампания получила в 1993 году, а спустя пять лет указом президента России все медийные активы кампании были объединены в холдинг. В результате ВГТРК превратилась в крупнейшую корпорацию государственных электронных масс-медиа. Сейчас кампания занимает лидирующие позиции на рынке национального вещания и является одним из ведущих производителей программ. В состав ВГТРК входят федеральный телеканал «Россия-1», «Россия-24», «Культура», «Множество» региональных телерадиокомпаний во всех субъектах России. Среди них и наша телерадиокомпания «ГТРК Крачево-Черкесия». Также в холдинг ВГТРК входят радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести-ФМ». Поздравительную телеграмму коллективу и ветеранам медиа-корпорации отправил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил приверженность сотрудников ВГТРК принципам журналистской этики, активное участие в жизни страны, а также оперативность и достоверность при освещении важнейших событий. А еще Владимир Путин отметил ключевую роль нашего холдинга в развитии цифрового телевидения. Теперь в любой точке страны россиянам доступны десятки телеканалов с высочайшим качеством изображения. Сбор сельскохозяйственных культур нужно проводить с соблюдением всех мер безопасности. В рамках сезона операции «Урожай» сотрудники МЧС по Крачево-Черкесии проводят работу по предотвращению пожаров во время зерноуборочных кампаний. Наша съемочная группа также приняла участие во внеплановой проверке и узнала, как соблюдается требование пожарной безопасности. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Солнце в зените и на полях в разгаре уборочная кампания. Сотрудники МЧС проводят специальную операцию по предотвращению пожаров и следят за соблюдением обязательных требований безопасности во время уборки зерновых культур. Начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Крачево-Черкесии Сергей Кравченко постил одно из сельскохозяйственных предприятий Прикубанского района. В ходе внеплановой проверки особое внимание специалисты ведомства уделили оборудованию пожаротушения и провели комплекс надзорных профилактических мероприятий. В данной операции у нас задействовано 210 объектов это индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. На сегодняшний момент у нас уборка урожая по зерновым культурам составляет 30%. Данная работа по профилактическим мероприятиям будет продолжаться. На учет главным управлением взят один элеватор и 10 зернохранилищ. В данный момент выписаны распоряжения о проведении внеплановых проверок. Также в ходе операции урожая сотрудники МЧС провели противопожарный инструктаж по эксплуатации сельхозтехники, задействованной в уборке зерновых культур. Также уделили особое внимание искрогасителям уборочных агрегатов и автомобилей. Сами комбайнеры отмечают, что такие профилактические мероприятия необходимы, чтобы не произошел пожар во время работы на полях. Магнетушители, лопата, каждый день продувка комбайна. 100% комбайна обдувка. Ну, то есть пыль, мыль, чтобы грязь нигде не оставалась. Техника как бы новая, электрооборудование, все предусмотрено, все в чехлах спрятано, как бы все насчет этого. Соблюдается пожарная безопасность. Бдительность прежде всего является важнейшим правилом для большинства руководителей сельхозпредприятий. Поэтому они особо следят за соблюдением всех необходимых правил безопасности. А сотрудники МЧС подчеркивают важность проведения таких профилактических мероприятий для повышения уровня противопожарной защиты. Обращаем внимание на водовозы. На каждом поле в обязательном порядке должен стоять водовоз с водой для того, чтобы, если произойдет возгорание, незамедлительно его погасить, притушить и не допустить распространения пожара. После уборки зерновых культур у нас будут поспевать другие культуры и данная работа практически будет продолжаться до конца сентября текущего года. В завершении операции урожая сотрудники МЧС отметили полную готовность к уборке урожая со соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Али Халибшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район. И вести из оперативного штаба. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 4084. Из них 2497 выздоровели. В COVID-госпиталях проходит лечение 198 пациентов. Сейчас настало время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, Местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 12-17, днем 22-27 выше нуля. Ночью местами сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. В горах ночью 5-10, днем 14-19. В Черкесии ночью кратковременный дождь и гроза, днем без существенных осадков. Температура ночью 15-17, днем 25-27 градусов тепла. Продолжаем выпуск. При знакомстве с героиней нашего следующего сюжета в памяти невольно всплывают строки из Некрасова о женщинах, которым ничего не стоит остановить коня на скаку и войти в горячую избу. Евгения Узденова, представитель пресс-службы МВД по Крачево-Черкесии, покорила множество горных вершин не только в России, но и в ряде зарубежных стран. А на днях она вернулась из очередного восхождения, покорив вершину Европы двухглавы Эльбрус. Это достижение Евгения посвятила своим коллегам из пресс-службы МВД по Крачево-Черкесии, которые отметили свой профессиональный праздник. Мадина Каракетова продолжит. Мамочка, эти ромашки на высоте 4000 километров, 4000 метров посвящают, дарю тебе такую красоту. Вот отсюда, с этого места. Забраться на вершину Европы была самой большой мечтой Евгении Узденовой, мечтой об осуществлении которой она и не мечтала. Но не зря говорят, человек без мечты, что птица без крыльев. Вот и Евгению в один прекрасный день окрылил звонок брата. Брат мой идол, мой кумир. В разговоре с ним по телефону, он говорит, я вот собираюсь подняться на пик. Я говорю, ну, а как же без меня, почему без меня? Он говорит, а ты пойдешь? Я говорю, конечно пойду, это моя мечта. И вот так в два дня сложились обстоятельства, очень хорошо я была в отпуске на тот момент. И буквально в два дня собрала чемодан и поехала. Он выехал из Москвы. Мы встретились в Кабардино-Балкарии. Путь к вершине всегда нелегкий, горный в том числе. Но как раз это и мотивировало Евгению, привыкшую достигать поставленных целей. Было сложное. Это был не однодневный подъем. Мы шли пять дней с ночевками, соответственно. Но были сложности и при подъеме были сложности. Болели коленки очень сильно. Я думаю, что это не подготовка из-за неподготовленности. Но открывая для себя что-то новое каждый день, каждый день пейзажи менялись, и открывая для себя что-то новое, об усталости забывала. Самым тяжелым, по ее словам, был последний километр пути, когда казалось, что она не в состоянии больше вступить и шагу. Провести много времени на пике, на вершине не удалось, потому что была в тот день плохая погода, спустились тучи, видно, ничего не было на вершине, на самой сильный ветер был. Мы не смогли долго времени там провести, пофотографироваться из-за погодных условий. И буквально отметились, да, я написала там сердечко, свое имя на снегу. Я безумно горда собой, признается Евгения, ведь не было даже времени подготовиться, все получилось спонтанно. Это восхождение Евгения посвятила своим коллегам из пресс-службы МВД по Карачаево-Черкесии, которые отмечали профессиональный праздник. До Эльбруса Евгения поднималась на пик туристов в Казахстане высотой более 4 тысяч метров. Этот опыт как раз и пригодился при восхождении на Эльбрус, хотя условия были совершенно непохожие. Помимо тяги к альпинизму, Евгения любит парашютный спорт. Брат, с которым я как раз путешествую, с которого беру пример, он летчик, военный летчик по профессии. Опять-таки в отпуске я провожу в основном время с ним. И так получилось, что мы поехали, это как раз было в Подмосковье, город Киржач, там большой аэродром, где как раз осуществлялись прыжки. И он мне подарил вот мой прыжок с парашютом. Я не знаю, я забываю про страх, когда мне чего-то хочется преодолеть. Ощущение свободного падения не передать никакими словами. Передать это невозможно. Когда ты паришь в воздухе и видишь под собой землю, когда облака можно потрогать руками, ощущение непередаваемое, дух захватывает. Есть у Евгении еще одна мечта – покорить Джамалутму и Леверес, высочайшую вершину мира в 8 850 метров над уровнем моря. Девушка всерьез намерена заняться тренировками, ведь без тщательной подготовки ее не одолеть. Это восхождение, которое, как уверена Евгения, обязательно когда-нибудь случится. Она посвятит своему кумиру и вдохновителю, старшему брату Алексею Грошеву. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Андрей Карамов. Вести Карачаева, Черкезия. В Никольском храме Черкеска прошло торжественное награждение победителей евдокимовских чтений, которые ежегодно проводит Пятигорская Черкесская епархия. Их задача – формирование у молодого поколения образцов самоотверженного служения Родине, воспитания патриотизма, развития интереса в области истории и краеведения. В евдокимовских чтениях принимают участие школьники и студенты практически со всего Юга России. На этот раз лучшим в конкурсе рефератов «Великая Отечественная война в истории моей семьи» стал ученик 10-го класса 6-й школы Черкеска Алексей Шапошников. Ольга Савенко продолжит. В работе Алексея собраны не только интересные архивные данные, но и настоящие копии документов времен Великой Отечественной войны, фотографии из семейного альбома. Эта работа заняла несколько месяцев. С начала года Алексей кропотливо по крупицам собирал данные о своих дедах, воевавших за свободу страны. И за дня в день он искал информацию на различных сайтах. Подвиг народа в Великой Отечественной войне, мемориал и другие. Сейчас множество фактов искажается, и мне стало обидно, поэтому я решил на примере своих дедов показать, что это неверно, и показать всем правду. Ему было настолько интересно, что он даже архивные данные находил в интернете, которые были раньше нам недоступны. В прошлом году мы пытались найти, но в этом году он сидел так упорно, искал, что нашел очень много архивных документов, опросил всех родственников наших. За время работы над рефератом Алексей узнал много интересного. Например, что его прадед Николай Мандраченко сам попросился на фронт. Едва ему исполнилось 18 лет. Окончил Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе. Дошел до Берлина. Был механиком-водителем, водил танк. За боевые заслуги ему дали медаль. Мне отец рассказывал, что когда он после тяжелого боя завозил в танк, то видите, она тут немного поцарапалась. Поздравить победителей в Дакимовских чтении в Никольский храм пришли казаки Баталпашинского казачьего общества во главе с атаманом отдела Игорем Шаховцовым. Он вручил Алексею Шапошникову диплом архиепископа Пятигорского и Черкесского Феопфилакта и почетную грамоту отдела. Радуем тебя и надеемся, что в дальнейшем будет также расслаблять веру и аллитизм. Атаман также вручил почетные грамоты особо отличившимся молодым казакам и диплом научному руководителю Алексея Шапошникова и Ирею Никольского храма Александру Гурину. В свою очередь наставник подарил своему ученику книгу Олеси Адамовича и Данила Гранина «Плакадная книга» и свой труд «Святые наши дни». Для нас это большая надежда, что будущее поколение, наша молодежь, наши дети, они стремятся изучать свою историю. Историю казачества, историю православия, историю нашей страны. Тот, кто не знает своего прошлого, не знает и настоящего, и будущего, он не может построить свое будущее, потому что не изучил уроки прошлого. Атаман тоже не остался без подарка. В этот день был день его ангела. Священник Александр Гурин поздравил Игоря Шаховцова с днем тезаименинства и вручил ему икону святителя Николая Чудотворца, небесного покровителя храма. Ольга Савенко, Рашид Токов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ангелина».